Иное измерение русской культуры. О кофе. Перевод из нового восточного путешествия. Читает Евгений Браздов-Брушковский. Только на горах Йеменских растет так называемый Мокский кофе. И в трех местах. В Санаа, Гулани и Бетельфаге. Последнее место находится в 55 французских эмилях от Моки. Кофейное дерево бывает вышиною в 12 футов, а толщиною в 15 дюймов. Чем оно старее, тем нижние ветви его кривее и, расширяясь, образуют круглый щит. Кора беловата и жестко. Листья похожи на лимонные, только гораздо тонее. Кофейное дерево цветет и приносит плоды во всякое время года. Белый цвет его сходен с ясминным. Имеет ароматический запах, но вкусом горек. Он бывает под листьями на ветве, и когда спадет, то на его месте показываются зеленые ягоды, которые в зрелости своей краснеют, имеют величину крупной вишни, вкусны и питательны. В середине ягоды вместо вишенной косточки находится боб, называемый кофе, покрытый тонкую кожицею и твердеющий от солнца по мере того, как засыхает ягода, которая обращается в кофейную скорлупу. Арабы из всей внешней скорлупы делают лучший кофе свой, называемый султанским. Зрелая ягода бывает семенем дерева. Она требует густой тени и влажного места. Вокруг его роют обыкновенно каналы и наполняют их водою для частого поливания. На открытых, южных местах садят кофе под ветвями больших тополей. Три раза в год собирают кофейные ягоды, а всего более в мае. Под деревьями расстилают полотно и трясут их. Сушат ягоды на солнце, сбивают палку или камнем скорлупу, разделяют боб на две части, снова сушат их и просевают в больших решетах. Галан, бывший профессором арабского языка в Париже и в 1690 году выдавший книгу о кофе, говорит, что должно называть его «кафе» – слово турецкое, происшедшее от «кугофа», что означает «не иметь аппетита». Так арабы называют вино и всякое питье, которое своею излишностью обременяет желудок. Кофейный боб называют они буун, а дерево – буунным растением. Абдалькадер, мединский уроженец гамбаловой секты и еще древнейший автор Бен Абдальгастер, живший в Счастливой Аравии, пишут о начале употребления кофе следующее. Адденский муфти, слабый здоровьем, вспомнил, что он в Персии видал людей, которые пили кофе. Вообразил, что он поможет ему. Начал его пить и в самом деле нашел, что кофе облегчает головную боль, веселит душу и прогоняет сон. Муфти воспользовался с ним открытием и приучил своих дервишей пить кофе, чтобы они по ночам не дремали на молитве. Это случилось в девятом столетии Эгиры или в пятнадцатом веке. Пример муфти ввел кофе в общее употребление, сперва в Счастливой Аравии, а после в Каире и во всем Египте. Но в Эфиопии еще гораздо прежде начали употреблять его. Лет через сто после того два турка именем Легем и Гекем завели общенародные кофейные домы в Константинополе, где царствовал тогда Салиман Великий. В них скоро начали собираться все празднолюбцы, к досаде иманов и дервишей, которые видели, что храмы пусты, а кофейные домы полны. Они представили великому муфти, что сжженный кофе есть уголь, а Магомед запретил есть угли. Он согласился с ними и не велел пить его. Но преемник сего муфти объявил, что кофе не есть уголь, и тем разрешил сомнения набожных людей и законников, которым он весьма полюбился. Во время Кандийской войны визирь Купрулий велел затворить все кофейные домы, чтобы праздные люди не собирались в них рассказывать и слушать вестей. Но тогда уже все богатые и бедные пили кофе в Константинополе. Мужья обязаны были поить им жен своих, и в случае забвения сей должности жена имела право требовать развода. В Туреции есть особенные кофейные чиновники, называемые кофенги. Их несколько всырали, и каждый имеет под своим начальством 20 или 30 служителей, которые занимаются только варением кофе. Салиман Ага, турецкий посол во Франции в 1669 году, первый вел там в употребление. КОФЕ Напечатано в журнале «Вестник Европы», издаваемый Николаем Карамзиным. Часть 7. Февраль 1803 года. Так что теперь будет прочитала. Сать 8. Февраль 1803 года. Во-первых. Продолжение следует...